Люди небесны, утешитель в нашей истине, И в жизни с детьми, и вся исполняет Сокровища благих и жизнепогателю Приди, селисяны, и очистины от всяких скверных И спаси, Боже, души наши Всемилостивый Господь, страшный наш Божий и милостивый Благодарим Тебя, Господи, за все великие деяния благие, которые Ты даровал нам Благодарим Тебя, Господи, за эти предупреждения, которые Ты даруешь нам Через Слово Твое Святое Даруй нам, Господи, никогда не подскользнуться до смерти адской Даруй нам, Господи, быть Твоими сынами и дочерями, любимыми Тобой Помоги многомилостью, Господи Не даруй нам роптания в скорбях И чрезмерного радости, которую мы неправильно поймем Даруй, Господи, всегда плакать с плачущими и радоваться с радующимися Путешествующих, Господи, сопроводи милостью Твои ангелами, Твоими святыми хранителями до дома Доставь их с благими примерами, с благими мыслями и делами И нам, Господи, даруй быть искренними проповедниками слов Твоих святых Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух Продолжаем наше занятие по изучению Слова Божия Столкование блаженного ферфилакта Евангелие от Матфея Проходим мы, остановились мы в последний раз на 26 главе, 65 и 66 стихи И читаем их Тогда первый священник разодрал одежды свои и сказал Он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его Как вам кажется? Они же сказали в ответ Повинен смерти Столкование блаженного ферфилакта У иудеев был обычай раздирать одежду, когда случилось что-либо невыносимое Так и Каиафа, как будто бы по причине богохульства Делает это обольщение народа Чтобы показать, что Христос произнес страшное богохульство И этим заставит народ провозгласить его по винным смерти Впрочем, надо бы знать, что Каиафина Раздирание одежды было знаком раздирания ветхозаветного архиерейства Так, вопросы? Кто у нас любил одежду драть еще очень сильно? Прямо аж пыль только столбом летела Помните, да? Никто не помнит? Нас, говорит, много, но мы в тельняшках Красноармейцы, матросы, большевики, коммунисты Берут одежду Ельцин, говорит, голову на рельсы положу Если только там не сделаем то-то, то-то, то-то Все, нет Ельцина и голова его никуда не укатилась Да, вот эти все любители Горлохваты, депутаты Я клянусь вам, клянусь небом и землей Вот эти клятвенники, любители клясться А кто они, где? Куда они стремятся все? К чему? Кормушки, кормушка Жрать, жрать себе Все под себя нагребать Огромная зависть к другим людям И вот от этой зависти у других людей Такое порождение, страсть Страсть к любостяжанию К себе А кто у нас главные любостяжатели? Кто? Священнослужители Главные Монахи Монахи Те, которые должны сидеть там в келье Замаливаться на одной воде и хлебе Сейчас рядом строят свето-троицкую лавру Отстроили уже Монахи ходят на золотые унитазы Все позолоченное Мрамор показан везде Какие деньги туда влупили? А все почему? Великая история Когда-то, в какие-то времена Славят в Троицкой сергию лавру Смутные времена Смутные Там ее 9 месяцев осаждали Эти поляки И не взяли ее То есть это явился святочем нашей свободы российской И теперь за все это Благодарность через 400 лет Отгрохали ее И монахи теперь ходят там Все на славу Христову На славу Христову все Рванули на себя как следует Вот видите Чего рванули, зачем рванули, где рванули И все молятся за весь мир Вот я сейчас хожу Сейчас Господи Благослови весь мир Познать слово То есть святое Все, я монах Я за весь мир помолился А что, кто скажет, что я неправильно помолился? Познать Христа Всему миру Благослови Господи всех Господь говорит Я пришел Не Что? За чего? Что? Не нарушить, а исполнить Написано А что исполнить? А что? Чтобы никто не погиб А имел вечную Правильно Чтобы никто не погиб Поэтому это отличная молитва Все, я помолился за весь мир Даже отдельно никого не помянуло А Господь так и сказал Пожалуйста Он говорит так Благословляйте врагов ваших А кто враги? Ну кто враги наши? Кто тогда были враги иудеев? Римляне А кто там? Кто из римлянов? Филолог, Марк Там Тиберий Тиберий Или там Нерон Кто из них? Кто? Да все Все враги были Они пришли Захватили землю еврейскую И убивали А он что говорит? Христос Давайте освободимся дружно Хором станем Оружие возьмем Очень хорошо Фильм Ой, фильм говорю Ну фильм тоже Фильм неплохой Но До конца Не показывает Всю Всю великость Благости Божией Это Иуда Бенгур Иуда Бенгур Так и называется Книга Илюиса Полковник там написал И там главный Главный момент В чем был Что Иуда Бенгур Ждал Мессию Здесь Земного Мессию Который Восстановит Свободу Израиля Скинет Ига Римская И поэтому У него столько Было денег Там подсчитаны Его таланты А таланты Это там Приблизительно 30-40 килограмм Золота И у него Тысячи талантов Были Тысячи Представляете Там у него Тонны золота Были И для чего Он уже подготовил Где В какой Области В каких Районах Будут склады С оружием С продовольствием С амуницией Там туда Будут поступать Отряды Будут вооружаться И готовиться Внезапно Восстать По всей Иудее И римлян Сместить И этих денег Хватало И людей Хватало И молчали Все там Убивали Их резали И не могли Добиться От них ничего И все И все Он это Прекратил Почему Когда Фильм Видели Иуду Вставили Когда он Встретился Со Христом Видели Когда Христос На кресте И пошел Вот этот Затмение Дождь Этот ливень И кровь Христова Смывается Вот так Показано По столбу По кресту По этому По столбу По кресту По подножию Креста И вот так Такими ручейками Прямо Прямо Окрашенное Красное И потом Дальше В речке И все И они Прям сидят Сидит он На берегу И прям И радуется Что Везде То есть Во все воды Попала кровь Христова И почему Освещение воды Идет Перед крещением И вода Смывает грехи Вода Как бы Вот это Кровь Христова В ней Понимаете В чем дело Такая субстанция Интересная Она никуда Не надевается Это все Это в молекулярном Каком виде Сейчас мы знаем Дисперстном Там она находится Везде в воде Только нужно Освещение Показать Христу Что мы здесь Ради того Что мы знаем Что такое Пречистая кровь Твоя Вот она Очищает нас Вот это И показано Главное А то что Давай врагов Перебьем Освободимся Ну какая Какая свобода Дальше Ну освободились Кто будет Главный Ну кто Ну кто Предложил Первый Тот и Главный Ну понятно Ты Ну что Сделаешь Я И все Будут Биться А Господь Говорит Если хочешь Быть У братьев Своих Первым Будь Последним Если хочешь Быть князем Стань Слугою А то и Рабом Для своих Ближних А мы знаем Что когда По настоящему Если Служить Братьям То у тебя И носков Не будет Как у нашего Епископа Ефтихия У него Носков Не было И не хотел Еще брать Носки Новые Надо мне Никаких Носков Я без Носков Плохо Чувствую Говорит А что Есть такие Еще Епископы Да Вот наш Ефтихий Был У меня Только один Вопрос Себя мучил Почему Он тут С нами Не остался Зачем Ешим Он тут У нас Как сыр В масле Катался Мы его Так любили Нам так Нужен Этот Епископ Мы до сей Фору Упоминаем Добрым Словом Он нас Ни разу Не сожрал Ничего Он нас Сделал Только крепче Когда Сказал Что На русском Языке А вам Только Сейчас Дай Библейское Читать Выговорит И дальше По самой Шею Хватите А ничего Такого У нас Не сделалось А у нас Есть такие Музатеры Которые За русский Язык Рвут Рубашки Только Пуговицы В разные стороны Вместе с грудью Часть грудной клетки Видно Сердце Золотое И там написано Я ничего не понимаю Что мне надо Вообще От вас Да А нужно Всего Навсего Чтоб люди Понимали Слово Божие Потому что В церковно Славянских Песнопениях И так далее Там много Непонятного Но ясный момент Вот я допустим Перевожу Глухонемой Ну там Апостолы Дух Святой Проповедь И все Больше Все больше Ничего не надо Апостолы Дух Святой Проповедь Апостолы Дух Святой Проповедь Христос 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 Воскрес Воскрес Христос Все И все Больше Там Все Опять стихи Какие-то Начинают петь Опять то же самое о кресте, о кресте еще, о кресте. И все, она понимает меня. Я понимаю, она понимает, понимает, понимает. То есть она глухонимая и понимает. Причем я ей пишу. Это вот так-то она. Да я все поняла тебя, ты нормально, мол, знаками мне показываешь, хорошо. То есть все, Господь в немногих словах, немного благовествуя, всего три с половиной года, из них там, из этих трех с половиной лет, надо полагать, что сколько-то времени он где-то сидел на месте, не только ходил постоянно. Куда-то пройдет, его там, как говорится, забанят. Не нужен ты нам, все, в другое место уже надо ждать или куда-то переходить. В Самаре он вообще не ходил. Уж когда у колодца там сел около Вефеля, это Самарянка тогда с ним разговаривал. И то тогда там поговорил, и обратились они, только потому что знал, что обратятся. Чтобы показать, что язычники обратятся. Вы что думаете, только иудеи знают Слово Божие? А те, которые плохо знают, допустим, вот эти полуязычники, Самаряне, они вообще считали самыми паскудными людьми у евреев. Потому что они, как подмазавшиеся под веру Христову. Понимаете? И язычники, и в то же время пятикнижья признают. Что это такое? Да, действительно, это предатели, коллаборационисты. Это как тут своих убивать надо. Ну, когда при советской власти было. Вроде свои русские, а богатые, всех убить. Офицер убить. Священник убить. Так и там тоже. Самаряне, Самаряне только убивать. У них такой девиз был. Добрый Самарянин, мертвый Самарянин. Ну, как про индейцев. И поэтому, когда пришли они в Самарянский город, а их там не приняли, Самаряне. И Яков и Иоанн прибежали к Господу и говорят, они тебя не принимают. Ну, а мы-то знали, что не примут. Это может, что? Пророки, можно сказать. Давай мы на них помолимся и скажем Богу. Пускай на них огонь упадет с неба и спалит там этих всех язычников. Господь говорит, не знаете, какого вы духа. Вы не понимаете, какого духа. Дух Святой разве так действует? Он всех людей хочет спасти. А как живной? Один остался, всех утопили. Как так? А все, потому что чаша гнева была преисполнена. А теперь не преисполнена еще. Еще мы живем с вами здесь. Еще благовествуем даже. Мы благовествуем. Еще у нас чадо наши обращаются ко Христу. Пишут. Слова Божии записывают. Поэтому слава Господу нашему. за то, что он не дает нам раздирать одежды, а дает с разумом, с верой смотреть в Слово Божие, глядываться туда, святых отцов брать, их мудрость, которую они нам оставили. Толкование вот эти чудеснейшие. И жить дальше, продолжать жить. А видите, кому-то недоступно. Кому-то недоступно. Вот люди крестились, и все, их нету. И не пришли. Причем заранее сказали, мы не придем. Я вот размышлял вчера об этом. Не понимаю. Заранее знали уже. Они сказали, нам не нравится. И никто не голосовал даже за них. Общенная жизнь, сказали. Да, нам не нравится эта общенная жизнь. То есть мы просто сами по себе. И все-таки батюшка их крестил. Непонятно. Ну, дай Бог, что же не было без нас хорошо. 69-й, 75-й стихи. А нет. 67-й, 68-й еще. Тогда плевали ему в лице и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили «Пролети нам, Христос, кто ударил тебя». Толкователь. Когда судили его, тогда начали оказывать ему всякого рода озлобления и ругались над ним. Закрывая лицо его одеждою, как говорит другой евангелист. Это Марк, 14-й, 65-й стих. По эрику он призываем был за пророка признаваем, то поэтому враги так и ругаются над ним. Слова заушали его, значит, ударяли руками с пригнутыми пальцами или проще били кулаками. Заушали. Били кулаками, то есть по лицу, ну, били просто, били кулаком, прям подходили, били. И закрывали одеждой лицо, набрасывали, били его, а потом говорили, кто ударил? Скажи, ну, как, знаете, тебе есть игра такая, сзади стоишь, когда разминаются, ну, это наша такая сибирская, да, и не только русская, видать. У тебя сзади кто-то там 3-4 человека, бац, а он так еще сбоку у тебя, хоп, а сам тут стоит. И ты должен определить уже, чей кулак там и так далее. Вот они в такую же игру играли, оказывается, это древняя игра. А тут она не игра была, а издевательство называется, кощунство. Даже, как говорится, с пленными-то гуманно поступали, а здесь, и все потому, что ради Бога, ради Еговы. Мы такие почитатели Еговы, что готовы тебя с жирнем сожрать. Хотя есть человека нельзя, ударяли по ланитам. Ланиты – это вот щеки. Здесь вот эти места, боковые лица. То есть, видите, сколько и плевали на него, и били на Христа. Перед этим, если представить, что какой-то, допустим, врач исцелил твоего ребенка, или тебя самого, хирург какой-нибудь известный, и тут вдруг почему-то озлобление пришло, и решили его, этого человека убить. Но он еще ни одного уже спасет. За что убивать? Это будут большевики такие были. Никого не щадили. Ума промочить, помрачение бесовское. Как говорят умные люди, такие верующие, видать, с совестью, это, говорит, власть была не просто идиотов, а власть людей, которые вообще ни на что не смотрели. Они, говорит, истребили всех тех людей, от которых зависело величие нашей Родины. Всех истребили. Причем, начиная с царя-батюшки, который сам отрекся. Его нужно было отдельно музей сделать, и его там показывать. Император отрекся от власти. И причем, супруга пошла на это, дети пошли. Ведь там, ведь там любая дочь, после Алексея, там Ольга, там Анастасия, Мария, Татьяна, она, любая дочь могла встать нашей царицей. У нас же были Екатерины, Елизаветы. Почему не могла быть Татьяна или Ольга? Ольга первая. Или Ольга вторая, даже пускай будет. Ольга была уже, не генина. Пускай это Ольга вторая. Приятно было смотреть, да? Нет, все отказались от власти. Что за люди были? Что тут за совесть такая? Необыкновенная. Ради любви к родине. Вы говорите, что без меня все будет хорошо, Россия встанет. Да, конечно. Только вот ты уйди, все генералы ему говорят, командующие фронтами. Ты уйди от власти и все прям сразу бам-бам-с и все на место встанет. Убедили же его. Отрекся. Хорошо, уйду. Ушел. И что? И потом благополучно добили. Причем всех. И девчонок. Девчонки только ничего плохого сделали. Главное, там революции там были, так далее. Война, в войну много погибло людей. Кстати, по данным мировым, по Первой мировой войне, русских людей на тысячу на тысячу солдат погибло меньше всех. На тысячу солдат русских погибло 110 человек на тысячу. Допустим, в Англии, в следующей, там у них 125 погибло. В Германии уже погибло 170 на тысячу. И во Франции тоже где-то 180 человек. То есть, у нас самые низкие потери были. Ну, во-первых, мы меньше на год провоевали, как бы так получается. Ну, с другой стороны, это говорит о том, что и солдат берегли. однако, все взгромоздили одного человека, всю вину. А потом, благополучно, даже до сих пор посчитать не знают, сколько, только пленными около 5 миллионов наших солдат было. Пленными. Русских 5 миллионов солдат. Когда во время Брусиловского прорыва в 1916 году взяли в плен 100 тысяч австрияков, это было просто невероятные цифры. Все говорили, как так, вот эта русская армия, какая мощная. 100 тысяч взяли в плен. Венгрия оказалась в крайней кризисе. Да. А потом еще там сколько-то там взяли. Короче, по концовке 400 тысяч пленных было. Это было невероятно. А потом сами русские при большевиках 5 миллионов. Это просто пленными. Из них, кстати, выжило менее 10 процентов, как говорят. Остальные все погибли в лагере на работах, расстреляли на разных экспериментов немецких. Много экспериментов делали. А сколько всего убитых? Ну, сказали сначала, что 14 миллионов при Сталине. Потом при Хрущеве довели цифру до 20, чуть больше 20. Еще и анекдот такой был, помню, в мое время. Историю там сдают. Когда началась там Вторая мировая война? В 1939 году. Когда немцы напали на Россию? В 1941. Ах ты, как же тебя завалить-то? А сколько погибло людей? Более 20 миллионов. Ну, все ты знаешь. Ну, хорошо, перечислите их поименно. Ну, это такая, да. И все, это понятно, к чему юмор-то злобненький такой. То есть, люди-то наши понимали, что и эта цифра неправильная. А сейчас цифру говорят уже 29 миллионов. И говорят, а может быть и 35. Вы понимаете, что случилось со страной? Вот тебе и уговорили царю-батюшку, все, Россия встанет. А встанет-то куда? А на духовный путь развития встанет. При этом большевики испытали мужество верующих русских людей. Верующих вот просто как носорог в одну сторону иконы. Христос, Богородица приходят икону. Твоя икона. Давай плюй на нее. Я не буду плевать. Мы тебя расстреляем. Расстрелируйте. Выводят около своего же стены дома. Расстреляли за то, что не плюнули на икону. Или там не потоптались, не помочились на нее. Или еще что-то. И таких были десятки тысяч людей. То есть люди показали веру в Бога. Это показали. Духовно-то посмотрели на это. И теперь на этих подвигах этих людей, которые имена-то неизвестны. забыты, неизвестны. Мы теперь восстанавливаем нашу веру с вами. Наша с вами сейчас вера. Она общая наша вера. Мы сейчас находимся в воинствующей церкви. Земная воинствующая церковь. Мы воюем. Сатана и будет до самого пока мы последний вздох не испустим. Пока смерть, как говорится, не даст нам испить последнюю чашу. Он будет с нами воевать. Он будет нам подкладывать искушение. Вот как вот брату искушение. помолитесь, чтобы у него борода была. Это у него искушение на работе заставляет гриться. Но я сказал, конечно, я бы с такой работой сбежал бы. Но дело все в том, что у меня есть вы, у меня есть община. Это все очень... У меня есть Игнатик их начнут рядом. И поэтому уже все это понятно почему. У нас нету таких... Ну, те, которые есть у нас там Виктора Андреевича, Никита бреется. Но его и нету здесь. он походил, походил, совестно обличает. Ушел, не ходит сейчас. Ну, все, кто скоблиться, никого нету просто. Это же все помогает. Я думаю, сейчас бы был брат, у Иоанн здесь бы у нас вряд ли пошел бы на это. Уговорили бы братья, показали бы какие-то разные были интересные случаи. Вот у меня как был здесь. Я-то тоже не мыслил себя с бородой. А когда приехал, у меня все бритвенные приборы здесь в поезде украли. У меня сумка была, а сверху прям пакет. У меня там что только не было. И одеколоны крема там разные примочки, там пены всякие после, до, весь такой там разноцветные были всякие разные. И такие там станки такие там трехлезвенные уже там и четырех пошли. Дорогущее все такое было. И у меня прям хоп этот пакет. Я такой раз и со щетиной пришел здесь к тете Алле к Петеримову. Пришел у меня щетина такая. Я так со стеснением такой щетина думаю ну а тетя посмотрит я захожу там сидят четыре человека братьев все с евангелиями все бородатые и бородки такие мелкие какие-то я посмотрел такой думаю ух все бородами такой и тут приходит Алексей загуляет и начинает мне рассказывать как его жена за бороду гнала и развестись пришлось ему с женой и так как не может быть звоню жене своей после этого говорю так и так вот я решил что у меня будет борода расти как она там истерику в трубке затеяла как давай там рыдать кричать пугать меня а ты думал у тебя такого не будет никогда не думаю я даже не знал что такое борода борода это взрыв вселенной вокруг тебя вокруг тебя все убиты все враги как говорит Игнатий Иванович вид супостата должен устрашать сейчас модно борода да нет мальчики с бородой это до тех пор модно пока ты до тех пор модно пока ты не попадешь на какую-то работу как у нас ходила Анна Аконечникова тогда еще кручина как она устраивалась на работу она пошла в стюардессы ей пошли навстречу юбку ниже колена сделали ей ей особенно понравилось что вот это вот но там надо краситься она говорит ну без краски я и так хороша ну и действительно она хороша нет краски она даже вот эту тюбетейка хорошо ну как покрыта голова все таки вроде готова пойти на пилотку даже на эту и юбка там все равно узкая же ну готова уже все ее там с удовольствием краситься губы покрасить нет нельзя красить губы и все она не пошла в стюардессах а другая дочка сейчас нашей верующей которые жили Никитиной Татьяны как ее зовут как ее зовут Настя она в стюардессах все стюардессах сто процентов красится естественно она даже об этом и не подумала а почему потому что Анна пришла из мира сего и она хапанула грехов по самую макушку и понимала что такое грех и она уверовала в Христа родилась свыше и ее никакими ковричками не затянешь на ту же жизнь которая была как и меня кстати как и многих из вас я думаю не затянешь туда и когда мне говорят ну что ты ну давай поматерись ну ты же это в себе там у тебя копится что-то я говорю вы не понимаете какого я духа просто уже не понимаете чтобы у меня матершинность какая-то копилась на кого во первых на себя самого что ли да я себя и так обматерю как следует да и какой смысл материться когда ты матерясь ты ничего не достигаешь а вот конструктивно обличить себя конструктивно чтобы ты поменялся вот это вот серьезная вещь я говорю попробуй поменяйся брось курить ну да мне вот плохо там подкашливается что-то тут подкалывает уже я понимаю что надо бросать но я не могу ну вот видишь а потому что ты не хочешь меняться не хочешь быть христовым а христос пошел бы ты за христом и христос сразу бы тебя изменил детям в этом плане конечно тяжело им что меняться то они и так родились верующими за ними смотрят ухаживают и так далее почему там не нафа только там переночевала у девчонки столько уже обличений получила потому что бдят за ними бдят и правильно делают что бдят почему он брат свою сестру она пошла там рядом к соседке а он ее не выпускает так она через окно в лазейку как партизан с пистолета прокралась ну в смысле со красками своими там с ручками бумажками красит пошла что-то они там рисовать молодец брат почему не выпущу одну сестру заражу прям как мусульманский братишка таких братьев надо поискать еще его надо культивировать это чтобы за сестрами смотрел еще Тараси у нас ну просто они никуда не ходят тоже смотрит за ними молодец хорошо что брат братья есть да там двое тут один ну то есть да за девушками только смотри да смотри да не потому что они еще такие они просто если бы они были духовно развиты до конца они просто куда пошли разве она стала от него убегать она подошла обмела и сказала да дорогой ты мой братик да я то и прослезилась бы сказала я теперь понимаю в чем дело она что не понимает ничего еще что дело то дальше ждет посмотри фильм Ворошиловский стрелок что там бывает с ними пошла просто так заглянула к однокласснику а потом дедушке пришлось убивать полгорода ну фильм так есть о чем подумать ну это конкретно рассказывает о том что у нас нету веры в Бога не помолиться ничего одни англоеды вокруг гады и хакуги девчонка то она действительно как бы ни в чем не виновата воспитание нормальное вроде фильм дочь есть дочь дочь рекомендую посмотреть вот у меня я этот фильм посмотрела я его по закону могу отойти от него там такая мысль про священников мораль дочь 12-го года что вы написали авторский фильм посмотрите русский русский очень хорошие там с религиозной точки зрения есть да я не хочу рассказывать надо не срежать хорошо я понял ясно ну то есть можно что-то смотреть не просто смотреть как смотреть а чтобы размышлять чтобы это тебе пригодилось для духовного общения с другими и с собой чтобы ты подумал да 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 я никогда так не буду и поэтому енафи надо на вооружение взять что когда так заботятся о ней нужно всех поблагодарить и больше этого не делать просто не делать да просто не делать потом будет у тебя муж и будешь там с мужем где-то ты жить отдельно он там будет за тобой ухаживать ты будешь ходить подружку ночевать а он будет тебе по головке главить за это мешалкой деревянной или кнутовищем каким-нибудь и все и сразу ты отходишься по-казацки какой-нибудь козак попадется или мусульманин поэтому ты всех этих подружек своих забудь подружек этих дружек этих они тебя уведут игрушек игрушек да которые загружают 69 из своего опыта скажут насчет подружек да да всем девочкам что вот у меня дочь то ей вот 18 будет тоже подружки подружки все подружки послушайте послушайте подружки послушайте 18 летние да они долго дружили она говорит подружка пойдем там туда сходим пойдем что-то ни с того ни с сего мы пошли ну в какое-то там место на писку какую-нибудь писки не знаю на улице она привела ее просто для того чтобы ее избили там какая-то крутая девочка она ей ну у них там все по понятиям там нельзя там защищаться нельзя это вот и она ее по лицу ударила а у нее слабые сосуды у нее просто кровь носом прям брызнула и та испугалась сразу и она убежала так бы я не знаю ну снимали все это на камеру как все сейчас принято подружка подружка с которой дружили она нет она стояла вот рядышком вот они толпой вот она подружка ну это просто нужно дождаться уже всех этих друзей подруг они все к этому приведут все к этому приведут все абсолютно или у тебя все сожрут придут или поснимает все что там было как у кого там золото есть или как хорошую одежду ну что-нибудь такое да у них это сейчас нету такой дружбы как и Анафана с Давидом и быть не может веры то нету какая дружба может быть поэтому когда мне говорят а у меня там друг у меня подружка как Ваня года три назад или четыре у меня там друг приходит я смотрю у него там эти хорошие там такие кроссовки там откуда такие кроссовки да мужик там валялся пьяный я говорю снял у него берцы я говорю это что друг твой он такой остановился посмотрел ну не то что друг а такой ну знаете как бы знакомый я говорю ну ты же его вначале другом назвал ну да как бы так в зоопарке назвал другом я говорю вот это друзья у тебя воришки да это разве воришки это уже грабители называются конечно это уже 7 лет дадут святое писание хает язычник а он все еще продолжает другом быть или он не другом уже все да как он в тюрьму сейчас пойдет уже замал осталось если не вот они такие вот воспитанные вот закрыто вот стоят и вот видели все ну сейчас вот с вами разговаривали уже спросили кто у тебя друзья иван тебя спросили кто друзья ты что сказал что все кто здесь сидит в общине в семье друзья все кто в общине уже молодец уже я первый раз такое слышу а у тебя кто подружка то меня ага ладно что а мне а мне а мне хорошая подружка я согласен нарисую хорошо да они все хорошие друзья это черт левия левия леонида хорошие тоже подруги они музыкальные все звучат правда почему-то с нами не поют когда мы песнопение но я понимаю почему слух режет когда мы своими медвежьими научили бы научили бы нас братьев так как правильно петь да еще играть может я бы тут сидел вот сейчас вторую симпонию шумпайна потому что вы поете это лучше как симфония для оркестра пишется для шлифа да ну молодец хорошо не пускай просветить это неплохо как недавно я тут услышал такую интересную историю про Сталина все говорим да и раздается в радио ну вот это радио как оно называется радио который по городу то местное радио радиомещание раздается телефонный звонок этому начальнику он поднимает трубку и застыл Сталин с ним разговаривает я сейчас слушаю вашу радиопрограмму там кто играет он играют пятую симфонию Шостаковича и а кто дирижер дирижер там какой-то там Беляев или что-то такое а почему не Мерзликин там какой-то Мерзликин еще есть дирижер тот говорит не знаю почему но я понял и положил трубку тот быстренько спохватился Мерзликин на этот оркестр вживую быстро играйте буквально полчаса не прошло переменили все и там звонки в редакцию вы что там это что за перерывы у вас в программе вы что идиоты какие-то там сидите или что и никто не сказал что позвонил сам Иосиф Миссарионович которому нравится дирижер Мерзликин и потом задают вопрос а откуда он это узнал ему что-то оповестил или у него такой слух что даже он мог определить дирижера понимаете какой разум интересный он что не мог определить где добро а где зло дирижеров определял потому что он не определял а просто спросил 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 спросить-то он спросил ну почему спросил все задаются вопросом он же слушал значит он что-то по слуху услышал что никто хотел не ну так и действительно было что он ходил на оркестры именно этого дирижера слушать то есть концертную музыку он ходил в Сталин то есть вот смысл то в чем я поэтому говорю что главное то не в слухе дело а сердце вот сестра правильно сказала от всего сердца почему мне так приступление у нас нравится когда поют а вот допустим где-то там начнут хоры эти особенно священники когда толпой соберутся на один праздник человек 500 и величаем а я думаю почему бы вам всем 500 священникам а их все не хватает нам не разойтись по 500 деревням и там бы это величаем свое не кричать бы вы чего около архиереев то тут все околпашиваетесь понять не могу или архиерей без них не может что ли 500 вот таких мощных мужиков куда-то приехали а кто там остался что вы тут все в одном хороводите хороводы эти языческие езжайте каждый свой приход у вас приходы свои должны быть и там пойте с людьми одного найти не можем нормального вот лизоблюды вокруг только этих архиерей все нужно ничего только ничего только не делая и все только ой мы не можем ой мы никак не можем нету времени у Христа пример-то брали бы и появилось бы время Христос никого не отпевал пускай мертвые хоронят своих мертвецов идите за мной благовествовать а он самое главное это он и показывал как благовествовать Христос ученикам он же не ходил с ними не хороводил 12 человек а он по кругу они как на Иисуса именины он показывал как благовествовать показывал как чудесарики почему потом они пошли по сколько они пошли человек по двое и сколько их было 12 оказалось мало еще 70 пошел еще 70 пошли по двое а потом там и глядишь и по одному осталось потому что убивать начали всех а после них кто-то остался остались епископы были там Лий там в Иерусалиме там другие ну короче епископы были Тимофей вот Тит возьмем мы их тоже они там были они уже по одному были а они рукополагали священников а священники что рядом с ними так я тебе рукоположил сиди здесь никуда не уходи а что я люблю свое величество поклоняйся мне на руку да тихо-тихо если никого не надо делать что такое у нас тут подскажите что это опять хочу сказать Христос говорит хочешь быть князем 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 он стоит весь в облачении митра такая золотом все потом надо их убивать чтобы это все снять при большевиках ну а потом начали защищать это это святыня святыня это жемчужина это святыня перестаньте рака за камень нам заводить рака за камень это значит непонятно что делать мы хотим рака поесть а вы нам его за камень заводите дайте нам нормально вкусить духовной пищей поэтому Галь мне не нравится когда они этой толпой поют потому что я духовное вижу в этом а эти все которые певцы они все получают зарплату как один потому что так петь это театрально могут только певцы в зарплату ну есть где-то может быть верующие певцы но будут ли они так петь соберутся ли они все в субботу почесал боковину что суббота на другой бок перевернусь полежу еще это ж суббота она нам не нужна в субботу вчера было опять 7 человек ну 10 ладно 11 вчера было я посчитала Галя прости меня 11 человек еще один опоздавший сегодня 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 это было маловато а в субботу вообще никто не ходит а все у нас это надо пойти а что деньги не платят а если бы платили деньги вот так подумать был бы у нас какой-то меценат миллионер я бы так сидел у меня допустим много денег я бы сказал ну допустим там Алексей Загуляев с Натальей приезжайте в субботу они да нет нам некогда я вам дам 50 тысяч каждому съездите в Таиланд на неделе только в субботу будьте всей толпой вы сюда сходились на 50 тысяч а Господь не 50 тысяч дает он говорит я вам даю серебро безмездно я вам мази целебные даю вы не будете слепыми я вам даю на руки на ноги вы будете все время ходить двигаться о чем он тут говорит Христос для духовного для духовного развития все у вас будет вот духовное развитие никому не надо оно не пахнет никак Христос тогда сказал прощаются тебе грехи твои и они сидят фарисеи такие обманщик какой кому дано прощать грехи кроме Бога ты кто такой а он говорит а что легче сказать прощаются грехи и встань возьми постель твою и иди в дом твой ну конечно легче сказать прощаются грехи и я могу сказать там фарисей сидит думает и Господь говорит хорошо говорю тебе расслабленному встань возьми постель твою и иди в дом твой и он встал взял свою постель чтобы показать что он уже не расслабленный то есть силы какие-то нужны да все знают что после нескольких месяцев от полного лежания атрофация идет, ты себя не сможешь пронести, тебя держать надо руки у тебя не будут слушаться, ты не сможешь пальцами шевелить, и здесь вдруг сразу это говорится о полном безоговорочном исцелении вот он как был больной и вдруг стал полностью здоровый вот смысл-то в чем идет таких чудес кто творил-то и Господь им показал, что оказывается сложнее всего сказать прощаются тебе грехи твои но должен кто говорить тот кто отвечает за свои слова и почему Господь, апостол Павел говорит, не торопитесь становиться учителями, немногие становитесь учителями, потому что учитель, у него слово его слово духовное оно еще больше, чем чудо с исцелением тела потому что ты сказал слово и твое духовное слово должно но человеку открыть сознание веры Господа Иисуса Христа в Троицу это я не знаю какие нужны таланты я вот с ребятами беседую и думаю интересно когда никто из них подойдет ко мне и так похлопает и скажет брат Игорь я понял твои слова или поняла ты молодец, ты хорошо сегодня сказал я верую не один пока не вижу этого даже рядом а желание донести это у меня горячейшее есть думаю когда же я для них настоящим братом стану что прям по глазам пойму что я брат для них вот были двое у меня Тараси и Нестор вот с ними ездил я в деревню ну они меня слушают они меня слушают как старшего человека только я отвернулся представьте они двое в воде что они там вытворяют а там сейчас потеряет вода вот адаш два метра отошел и с покрышкой уже все с покрышкой мне вот так вот уже вот так стою два метра а в некоторых местах уже все я прям с берега прыгал со всей своей вот этой вот вот так вот брык я уже не достаю там ничего представьте и как это батюшка только шутит осторожней вода вышла из берега я такой раз что ты всю рыбу сейчас нам выплеснешь говорит который запустили Иван Тимович вот это пузан а пузанами вот гальянов называют и гальянов вот это говорит пузан ну плавает хорошо как гальян так ну ладно отошли немного дело все в том что вот как мы про детей все время говорим а о ком нам еще говорить о московской патриархии запрещено а дети хоть не запрещено а дети это самое главное представь себе дочь твоя будет тебе не просто дочь а подруга твоя и не просто подруга а духовная она прочитала что-то и пришла к тебе и говорит мама я прочитала слово Божие вот здесь как ты как вот это по твоему сознанию ты уже дольше прожила и вот вера вера в тебя пришла истина через слово Божие как ты считаешь вот это это вообще прекрасно а я этого даже не могу сейчас я могу просто фантазия какая-то а чтоб с тобой поговорили по душам ну приходится говорить хоть о чем-нибудь надежды наши 65 стихи Петр же сидел вне на дворе и подошла к нему одна служанка и сказала и ты был с Иисусом Галиянином но на трех с апрельсием и сказав не знаю что ты говоришь когда же он выходил за ворот увидела его другая другая и говорит бывшим там и этот был с Иисусом на заре и он опять отрекся склятывая что не знает сего человека немного спустя подошли стоящие там и сказали Петру точно и ты из них ибо и речь твоя обличает тебя тогда он начал клясться и божиться зуб даю век воли не видать что не знает сего человека и вдруг запел петух и вспомнил Петр слова сказанные ему Иисусом прежде нежели пропоет петух трижды отречешься от меня и выйдя вон плакал горько толковать блаженый Петру одержимый чрезмерным страхом Петр забыл о своих обещаниях учителя и покорился человеческой немощи как бы умерший от страха и не зная что говорит пока он находился во дворе ослепленного ума то не плакал интересно как на духовное перевести двор первосвященческий двор ослепленного ума то не плакал потому что не имел чувств но как скоро вышел из него то пришел к чувству и заплакал то есть совесть совесть пришла к нему заговорил и он понял что сколько обещал Христу вспомнил как они ходили вместе как как он ему исповедовался в вере в него кто он такой что сын Божий но им тяжело было еще это все осознать потому что если бы они поняли что помощь идет от Бога евреи до сих пор это не поняли что к ним приходил сам Господь и выйду к народу моему и буду ходить посреди него это Господь пророка Исаии говорил об этом и ходил вышел и ходил и теперь мы говорим уже великое благочестие тайна Бог воплотился то есть начинаем говорить об этом нам сейчас это легко а тогда конечно Петру было это очень сложно но он должен был быть человек слова сказал говорится слово не воробей вылетело не поймаешь даже если Иисус Христос не Бог о чем он и мог думать что он Бог это сложно а великий пророк а пророков всегда гнали и ты знаешь что по истории всего израильского народа по священным книгам что потом пророкам воздвигают памятники гробницы кто сыновья тех которые гнали и убивали пророков будут почитать их поклоняться да не просто поклоняться а других убивать за них и все это все равно его не остановило все равно человеческая немощь превозмогла и вот эта человеческая немощь будет во всех нас и вот наши дети они еще не познали этой человеческой немощи вот и наху чуть-чуть соприкоснулась с ней но молитвы и просто ее выручили вот когда она осталась там ночевать это была человеческая немощь не надо было оставаться ночевать нужно было просто ехать и все хотя бы ко мне приехал и у меня переночевал или кому-то из сестер мало ли кому да хоть кому все бы приняли не обязательно оставаться то есть поэтому если кто-то тут в городе хочет остаться чтобы рано куда-то поехать пожалуйста приезжайте ко мне у меня есть где там преклонить главу так что и у других сестер будет немножко вот сейчас коснулась нашей сестры Ильи немножко это тоже касается касается ну любовь зла или полюбишь хоть кого если любовь поэтому тоже касается ну в общем помаленьку всех касается это ну чем меньше тем меньше касается когда подрастают то начинаются вот эти прикосновения вот этих искушений вот этого всего нужно бороться с этим и без совета без силы Божьей без помощи Божьей Христа никак это не победить то есть нужно обращаться в молитве ко Христу и потом если что непонятно до конца не ясно нужно обращаться к священнику к братьям к родителям верующим к отцу к матери не надо к священникам обращаться это не поможет для этого есть старшие и самые интересные слова которые всегда действуют написаны и восстанут дети на родителей и умертвят их не написано что родители восстанут на детей и умертвят их написано что родители собирают домы детям домы детям родители собирают вот что что говорится накоплено все у у родителей у старших оно все перейдет детям потому что они для них копят дети для них все а родители для детей как для Адам для Евы то есть дети всегда желают вырваться из-под опеки родителей они желают быть старшими желают быть учителями не по своему рангу то есть это не чин это называется бесчиние когда вы можете быть таковыми когда родители отступают от веры допустим в себе вот отец ну натурально отступивший вот ему нужно благовествовать отцу с ним нужно как-то вести беседы старшим 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 кто старший дочери старший сын беседовать с ним ни в коем случае не мериться силушкой а ну-ка отец выдержишь ты моего плюшку я уже подрос или нет ты же еще на ногах чуть не стоишь хрум кто-то не выдержал так не надо ты духовное словом а почему на кулачки переходят потому что сказать нечего вот тут нету ничего не выпито реки воды духовной и поэтому ни одного капельки духовной из уст и не идет а дурь одна называется играет в заднице кто-то а в голове ничего и нету поэтому прежде чем такие дела делать беседовать нужно или со старшими побеседовать или что сказать отцу как там и так далее старшим а если родители верующих ни в коем случае никаких бунтов не воздвигать смотреть на родителей родители тебе выберут такого жениха или такую невесту выберут потом будешь только насмертно модри уже по старости плакать и своим завещать своим детям что ох 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 да молитесь за моих родителей как же и вас бы не было таких хороших если бы они не показали моего жениха или невесту таких хороших а у нас все это институт сватовства ушел куда-то в небытие все выбирают по сердцу своему а сердце то какое гнилье одно а не сердце одни страсти тут сидят один ежик страсти на другом драконе каком то и потом начинается там великая свадьба машина длиннее чем Волга река и едут не знают как поворачивать в этом бедном Барнауле где сейчас все перекопано едут остановились что такое повернуть не можем и свадьбы было места мало и неба было мало и земли вот это погуляли а потом через несколько дней как мы сегодня читали 20 глава книга судей и потом эта наложница поссорилась с этим левитом и ушла от него к отцу своему все это мы читаем это было еще за тысячу лет больше чем за тысячу лет до Рождества Христова три с лишним тысячи лет назад все это было то же самое что и сейчас ссорятся и уходят к родителям своим а почему да потому что написано не было царя у Израиля и все делали кто все кто что хотел то есть истинного почитания Бога то не было наложниц себе выбирали Содома и Гамор какой-то пришли в селение вениамитян те вы решили позабавиться с мужиком с этим с левитом с левитом левит это как ну сейчас с дьяконом каким-то то есть вообще люди края уже потеряли брег разума этот старик и фемлянин который его принял то этого левита даже имена их не сохранились говорит безумные что вы творите и фемлянин своим братьям вениамитянам ну племя то одно иудина колена вернее не иудина колена а еврейское племя вот до чего доводит безверие итак вопросы по поводу прочитанного по поводу Петра переходим к грустной очень грустной главе называется 27 она Евангелие от Матфея 1 2 стих когда же настало утро все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе чтобы предать его смерти и связав его отвели и предали его Понтию Пилату правителю толкования смотри как дьявол овладел всеми и склонил к убийству такие дни когда надлежало им совершать многие жертвы и приношения за грехи других и соблюдать себя в непорочности и чистоте а они и связывают и отводят Христа к правителю Пилату Пилат происходил из Понта это значит на Черном море где-то в город там такой помп это Черном море морское но как римский подданный послан был правителем в Иудею предали же Пилату Господа якобы человека мятежного и злоумышлявшего против царя вот так предательство вот о предательстве заговорили предательство вообще очень сложно определять предательство у нас в стране так говорят если шпион значит это враг какой-то там с противной территории шпион а если разведчик тебе все можно ты разведчик 007 Джеймс Бонд Иван Метелкин разведчик ты можешь убивать можешь насиловать можешь грабить можешь что хочешь делать у нас был такой Павел Судоплатов так он в молодые годы он разведчиком был конечно же советским в молодые годы он убрал одного из деятелей белого движения он очень любил конфеты этот белогвардейец и он с ним познакомился там через кого-то где-то говорит я вам пришлю хороших конфет и принес ему конфеты начиненные взрывчаткой перед этим он их активировал эту взрывчатку занес ему отдал эти две пачки в одной были хорошие конфетки а в другой нет и он так все распределил хитро что тот развязал конфеты которые были нормальные а те которые коробочка осталась с взрывчаткой она рядом стояла на столе и когда он вышел через 5 минут раздался взрыв он там сидел видать кофеек с конфетками вкусными российскими попивал типа Баваевская фабрика и взрыв был такой силой что тело выкинуло на дорогу на проезжую часть такой взрыв был сильный ну все погиб разведчику дали медаль огромную а кто предатель среди них был этот белогвардеец или этот разведчик шпион или как его и тот убивал и этот убивал ну тот убил в свое время много а этот молодой был еще не успел много убить Бог его попустил теперь взять жизнь этого и Господь говорит так поднявший меч от меча и погибнет проливший кровь человеческому должно пролить свою кровь то есть такие законы божии если их не знать то можно жить что хочешь твори но оно возмездие все равно придет ведь этот закон он неотъемлен от нашей жизни он всегда всегда настигает людей а как можно пролить кровь ну вот допустим ты лежишь на операционном столе тебя режут и кровь твоя течет вот Господь достиг тебя кровь твоя теперь течет а почему потому что когда ты взял жизнь другого человека а эти люди может я никого не убивал ну подстрекал подстрекал к аборту подстрекал подстрекал кого-то ненавидеть другого подстрекал да он такой есть он такой почему Господь говорит молитесь за царей за правительствующих молитесь как там Путин в проруби ныряет на крещение кто-то в комментарии пишет хоть бы как следует нырнул чтоб не выжинул вот это помолились явно что человек конечно неверующий даже как бы тебе горько не было там Господь говорит молитесь за правительствующих Толимин 13 глава и причем не так молитесь что достигло допустим его ну радость какая-то ты молишься дай нам в жизни тебе там да сатурин много лета убили его а теперь вечная память у нас при царях батюшках так было мимо прошло покушение многие лета если покушение достало а часто доставала вечная память а почему правду-то не сказать почему покушение за что у нас цари-батюшки они тоже барагозили будь здоров у них были свои любимчики свои недруги были интересно пишут допустим анахимове нахим великий полководец Павел Нахимове много и много побил турок последняя Чесмецкая бурка где кораблей перебил много кораблей 15 кораблей огромных кораблей этих турок побили спалили и погибло больше 3000 человек турок а русских всего там что-то 40 человек погибло всех провозглашает его молодец а по отношению к Богу он предатель самый настоящий а для нас для русских он великий его прославляют причем на канале союз спас там такие дифирамбы поют ему показывают как там этих турок поганых бьют скажите мы кто для Бога или для людей для этих турок мы кто мы предатели самые настоящие никто ничего не ожидал сколько побьют но потом тут же возмездие это 1953 год а в 1954 году его уже в него пуля попадает все убило пуля нет Нахимова Корнилов Корнилова пуля попадает осколок нет Нахимова этого Корнилова тоже адмирал тоже он там участвовал убивали турок много сколько погибло погибло 55 тысяч русских солдат моряков 1954-1955 год обороны Севастополя так мы там французов англичан положили 50 тысяч ну да положили и что хорошего сделали то есть мы молодцы скажите куда мы пришли этот канал религиозный наш православный канал он рассказывает как нужно быть православным человеком мы только вот это про Нахиму услышим что он православный человек что он святой он кстати святой Ушаков у нас святой Нахимова еще не православили должны ну Ушаков не меньше побил еще больше кстати побил турок он их там по моему 6 с половиной сразу побил за один бой ну не меньше там по тысячам все мерится и святой молятся ему орден сделали все православный а почему он пел на Клире очень любил как и Суворов тоже Суворов ни одно сражение не проиграл при нем меньше всего было убито русских солдат а он врагов убил раз 15 больше знаете предательство и непредательство такой сложный вопрос для людей мира всего для нас он очень должен легко разбираться мы должны кем-то восхищаться а кого-то очень сильно страница особенно наших полководцев великих Жукова Рокоссовского при которых людей вложили не просто там 10 тысяч при одной вяземской операции ржевской ржевский выступ назывался вяземско-ржевский было безвозвратных потерь около миллиона безвозвратных потерь 900 с чем-то тысяч и еще полтора миллиона были ранены безвести пропавшие и так далее пленные это наши бойцы русские люди поэтому когда там праздники какие-то празднуют мирские люди если вы что-то им скажете истинное об этих праздниках вот я кое-какие смотрю комментарии в этом ютубе серебряков такой есть актер который играл в штормбате мне он нравится вообще и значит документальный фильм о вяземском выступе и его там взяли с собой покомментировать так как он актер играл там много знает историю и он это он говорит для меня никаких вообще побед нету вот говорит то что вы мне все это рассказываете я еще больше просто как бы в печали становлюсь и все это вот именно праздник какой-то вот даже для меня не праздник одни слезы это должен быть просто день памяти но никак не порады ничего мы до чего дожили-то с вами мы предатели всей земли столько нашей крови пролили и мы это празднуем своей же русской крови пролили мы же русские все русские Русь Русь ну раз мы русские то мы должны немножко думать о будущем что случилось и опять великое у нас такие оружия такие оружия при Сталине не меньше было разговоров о том что мы шапками закидаем просто шапками пилотками вот так летчики как дадут по ушам немецким агрессорам и все никого не останется фашистом и что далее 20 тысяч самолетов через месяц осталось только полторы тысячи огни бомбардировщики и истребителей нету все это данные за месяц боев почему сейчас должно быть лучше у нас почему мы должны кому-то агрессию культивировать как называется наши злейшие партнеры американцы сейчас врагами не называют а партнеры хоть до этого дошли да и что ну и так же и Сталин говорил он вообще говорил союзники немцы были союзники и до чего нашло а все почему ну мы то против оружия собираем мы собираем оружие молитесь за правительство еще только молитесь не так что ведь не вечная память не не многие лета а молитесь чтобы Господь его просветил истинно евангельской что он делает а то если они по нам ударят это ядерным оружием и мы тоже успеем ответить но мы будем в раю а вы сдохнете как собаки браво это что такое это что это на этом мы всем у нас российская держава держится да если бы не молитвы верующих в стране нашей да и по миру уже бы давно все рухнуло с такими-то умозаключениями в голове я уж думаю Трампа ничуть не хуже думает а вы по нам ударите мы выпустим ракеты мы в раю будем а вы сдохнете так нет Трамп подумал только у него то есть на это основание они все время верующими были а мы то только-только еще не оперились Путин нормально сначала крестился нормально потом посмотрел на патриарши вот это вот и все и так же сейчас фибушки выписывает вокруг себя раньше хоть крестное знамение может его немножко что-то содержало а теперь этого нету на что надеяться постоянно скобленный вплоть до лысины отражается солнце ну хоть бы немножко бород он бы с бородой вообще другой был любой кто правит страной или своими континентами любой это ставленник бог поставил и не надо критиковать молиться за него и все он глава у кого же сколько лет мы сказали что попало детский лепет как тут критиковать не надо критиковать не надо что это такое вы что ну подскажите мне по слову божьему где критиковать не надо написано не участвуйте в делах тьмы но и обличайте это что не тьма ракеты бьет там по сирии этих террористов да хоть у них хоть кого хоть котят там конкретно говорят люди ну ударил ты по террористам наши актеры прям выступают со сцены а вокруг террориста то говорит у них там по 6 жен а у этих 6 жен по 6 детей террориста он там среди жен сидит он же там не отдельно где-то как у нас было на линии фронта вот тебе и все почему они говорят вы верных жителей убиваете верных жителей ну они там террористы были вкрапления у них давайте теперь радуйтесь тому что у вас такой правитель и потом сама же на Голгофу первая и пойдешь или не на Голгофу даже габар раз ты за него так молишься молись за него чтобы Господь его вразумил не участвуйте в делах тьмы но и обличайте почему говорят первые там Филипп митрополит там Ян Златоуст обличали правительствующих почему а дальше перестали обличать вопрос ставится почему врать надо что святой этот Василий Великий хотел сказать Златоуст сколько обличал правителей я что не про это говорю что ли я только что сказал митрополит Филипп я про этого Сергия Радонежский что врать надо что он Дмитрия Донского Бог благословил идти там на побоище Куликовское врать то зачем я еще раз прочитал Жития Святых еще раз прочитал он конкретно говорит он его благословляет он благословляет самого Дмитрия Донского просто благословляет Дмитрия Донского тот стоит рядом он с ним беседует часы он его благословил он его благословляет ну благословляет его просто и я сейчас могу тебя благословить благословляю я знаю ты хорошая девочка я тебя знаю что ты на плохое не был. Благословляй. А тот ему опять говорит, отче, ну, вот и на войну вышел и стоит. И вокруг него там все стоят. И он, что ты ждешь? Да благословения жду отца. Ты с ним там три часа просидел, он тебя благословил два раза написано. Значит, не на то благословил, понимаете? Смысл-то? Что непонятный-то? И он опять его сидит, ждет. И он подходит, и князь, князь, склонись, он склоняется, склоня уже, ехать надо. Отец, он говорит, ну, ступай, будет твоя победа. Тяжело будет. И все. Больше ничего нету. Больше ничего. Он, как пророк, молился Богу, и Господь ему сказал, будет битва, победят, но столько крови прольется, лучше бы не было. И он выходит к нему и говорит, княже, я прошу тебя, едь к мамаю с послами, отдай ему все, что он хочет. Никаких денег не жалей. А он ему говорит, я у него был пять раз посланий уже. Типа договориться не можем. Он говорит, ну еще, пошли послов. И он говорит, нет, не пошлю. И опять его ждет. И он опять подходит к нему. Ну что? Ну, езжай, что? Ты же все знаешь. Езжай. И все, и он поехал. Не было никакого благословения от Бога-то. Не было благословения того, которого белогвардейцы пытались от патриарха Тихона добиться. Когда они тайно проникли в Москву к патриарху. Там целая группа офицеров. Это же под... Ну там смерть была. Это было где-то еще в июне 18-го года. Царя как раз только расстреляли. И они его спрашивали. Благослови, подними народ. Благослови нас на истребление большевиков. Благослови. И Келейник вышел. Рассказал. И Келейник говорит. Патриарх сказал. Не будет моего благословения на междоусобие. Понятно? А Сергий Радонежский, он кто был такой, чтобы благословить князя на войну с татарами во всю Русь? Кто он такой был? Он что? Ну, вообще-то я святой Сергий Радонежский. Могу и благословить, наверное. Вы представляете себе такого Сергия Радонежского? Или такого, как Игнатий Тихонович? Мне легче такого представить, как Игнатий Тихонович в заплатках. Вы знаете вообще житие святых его? Чем он питался? Как он ходил? У него заплатка на заплатке была. А питался он плесневелым хлебом. Когда, говорит, он его ел, этот сухарь, жевал, у него изо рта дым шел. Читайте житие святых. Вы просто житие святых никто не читаете. Потом рассказывают сказки. Сергий Радонежский, и все время таким пафосом, как будто Сергий Радонежский, сегодняшний патриарх. Вышел такой перед всеми. Туда махнул. Улочка. Сюда махнул. В переулочек. Это скромнейший человек, как Христос. Христос показывает, он как Христос хотел быть скромнейшим. Он не выпячивался. Он не звал Сергий этого, Дмитрия Донского. Приедь ко мне, я благословлю тебя на борьбу с мамаем. Глупостями занимаются просто, не зная ни в какого духа Христос был. И какого его верные рабы. А потом начинают, Сергий Радонежский, чего позорить-то его. И дай мне твоих воинов, пересвета и ослябер. Воинов, монахов. Так они монахи. Ну ты благослови их там на бой. И он их благословил. Ну не на бой же благословил. Они сказали, вот чем мы пойдем воевать. Это ваше дело. Ваше дело. Вы размонашились, идите, воюйте. Канон написано. Если ты уже монах, ни в коем случае воинский пояс обратно одевать не можешь. Все. Если ты одел, ты размонашился сам. И теперь все на тебе. И мы видим, оба погибли. Этот челубей проткнул. Челубей этого пересвета проткнул. Ну написано, пересвет доскакал еще до воинов. И там пал бездыханный. А проклятый челубей прям там и рухнул. А эти плакали, а челубеи стояли. Мамаяцы. С той стороны. Потому что это и был их брат. Эти плачут об этом, придумали, что он доскакал. А эти придумали, что тот доскакал. Все. Кто предатель, скажите? Больше-то предатели мы. Чего врать-то уже? О законе Божьем. Зачем? Христа делают непонятно кем. Христос он есть. Христос. Вот. Долготерпит. Милосерствует. Милосерствует. Одно слово милосерствует, вы его никогда не поймете. Вот те, кто ходит вокруг патриарха, вот этими с кадилами там, в окне. Ну посмотрите просто, любой союз там или этот канал, посмотрите чуть-чуть. Это просто кошмар. Я свяжу кошмар. Вы должны людям идти, даже не проповедь, проповедь тяжело им говорить. Ну вот, как я, читайте, Слово Божие, сидите, вот как мы сейчас делаем это. Посадите рядом эту толпу людей. Что-то говорят там, ходят, суетятся друг к дружку, конфетки, что-то чай. Сели все. Слово Божие. Прочитали. Понятно, братья? Нет. Нет, начинаются там. А детишки бегают. Вакханалия какая-то. Как будто дети, они все учатся правильно совершать оргии. Вот такой шум от них, такой гвалт, такая несуразица и сумятица, что я думаю, вы даже родителей переплюнете. Это да, это точно. Почему кто к нам не приходит с детей, все говорят, а как они у вас так стоят? Вообще не двигаются. Пришла вот Ленина. Сразу видно, что не у нас это было. Наши ребята стоят спокойно. Почему? Все-таки пример наш подействовал на них, что мы спокойные все. Никто не разговаривает, не шумит. Мы даже до того достигаем, что когда тут песнопение поем, у нас даже сестры говорливые начинают смолкать. Даже сами. Сегодня уже Надя такая забежала, что-то кому-то шик, потом поворачивается ко мне и такая. Показывает. И пошла. То есть все, я назову, потом закрываю, я понял, что сейчас буду. Сейчас опять облечение будет. Но мы же песнопение поем. Написано, вы разумляете друг друга, вдохновляете песнопениями, псалмами. У кого-то грустный дух, у кого-то вот у меня мама при смерти. Уже мама при смерти. Что меня может вдохновить? Христос силой своей. Откуда силой берется? Псалмы и песнопения. Когда-то давить такой был. Представьте, выходит и перед ним поносят весь народ израильский. Здоровенный мужичище. Три с полтиной почти метра. Голиаф его звать. Весь в броне. А там еще филистимлян в войсках. И он поносит этих евреев. И в хвост, и в гриву. И он когда услышал, что он о Боге-то говорит. И говорит, а как этот необрезанный, хуже пса, как он может так поносить воинство Бога Всевышнего и самого Господа? А что, говорит, ты против него выйдешь? Да, конечно, выйду. У нас так поносят. И вышел же. Вышел. Не испугался такого громадину. И вышел-то безо всего. Сначала доспехи ему одели. Он походил. Говорит, нет. Я, говорит, льва, говорит, побеждал одним камнем. Был такой, ловкий такой молец. Камнем. Пымс. По лбу. Камнем попасть по лбу. Это больно. Не попадали эти камнем по лбу? Не попадали. Бывало как-то. Земляным, конечно. Куском угля. Ну, я понял. А если галечкой, как у него там, какая-нибудь кварцевая. Она тяжеленькая. Это очень точный. Но еще вам не было. И вот первым же камнем, бац. И в духовном плане этот камень кто? Не рукотворный камень. Христос. Это Христос. Почему, говорит, он взял пять камней? Не груду набрал, не три камня. Именно пять. Выбрал пять камней, написано. Поразил только одним. А? Пятикнижие Моисея. Закон Божий. Пять ран Христов. Да. Хотел тоже, что-то сказать. То есть, с помощью силы Божьей он пошел. И он знал, что ему не надо будет пять камней. Но пять он взял по пророчеству. И одним камнем, первым же. И, говорит, этот камень сорвался, не рукотворный, с горы. И на кого этот камень упал, краеугольный, того раздавил. А кто на этом камне созиждет? А Галяв пошел против этого камня. Против камня? Маленький камушек. Этот маленький камушек, это сам Христос огромный. Это Бог. Направил руку верующего человека. До какой степени нужна вера нам, братья? А ведь мы говорим сейчас о юноше. Ему было семнадцать лет. Ваня, семнадцать лет, он такой, как ты был. Барнишка, не испугался. Почему? Какие псалмы и песнопения он уже составлял тогда, пел. На псалтыре. Ну, такая гусля. Не две струны, побольше. И о величии Божьем пел. Как он грешен перед ним. Как Господь помогает народу своему. Все это он пел. А почему? Господь дал это для того, чтобы не оставлять народа своего. Не оставлять. Чтобы народ еще мог проповедовать другим народам. Чтобы люди становились, все, переходили от веры в веру. То есть, эта вера могла потом и довести их до Христа. Потому что Ветхий Завет, это был путеводитель ко Христу. Вот в чем дело. Он должен был привести к Христу. И столько поэтому в псалмах Ветхого Завета, в псалмах Давида, находят больше всего пророчества Христа. Потому что это не просто как бы какая-то историческое повествование там. И не просто Господь вкладывает что-то в человеку. А именно, как бы Давид, это лучшее олицетворение Адама, в душе Адама. Вот какой должен быть Адам, когда пришла бы к нему Ева с этим, с плодом. А он бы сидел на гуслях и такой. Величие Бога, неизгладимо. Его милость, как горы высокие. Его терпение, как море пространное. Она такая, да наешь. А еще я хочу тебе сказать, что жены должны повиноваться мужьям своим. Ничего это Адам не смог сделать. А Давид смог. Но не до конца тоже. Но это в пророчествах смог. А все-таки сам он оказался тоже. Немость человеческую проявил. Помните как? Женщина сильнее женщина. Но говорит, победит всех истинно. Сказал, зарывай ей. Женщина тогда его покорила. Но не до конца, потому что он тут же покаялся. Вот Адам этого не смог сделать, а он тут же покаялся. И Господь говорит Нафану, иди. А вот тут уже дверь открыл, уже за собой закрывает. Подожди, стой. Он покаялся, иди, я простил его. Нафан тут же поворачивается, заходит и говорит, Бог простил тебя, и поэтому при твоей жизни не будет никаких катаклизмов. Ну, кроме того, что потеряешь ты всю семью свою. Ну, так и было. Восстал Адония, помните, да? Адония восстал, сын его. Адония, то есть, Адония. Адония был убит, Адония, да. Старший сын погиб от рук Адония. А Адония поднялся против отца, у него было 12 жен, и он на глазах у всех зашел в шатер, где эти 12 жен находились. С женой отца. Там и мать его была. Зашел, и все, и этим он опозорил отца. Не думаю, что он там что-то с этими женами делал, но этого было достаточно. То есть, как бы он сказал, я такой великий, что жен отца своего беру себе в жены. Вот что творят дети, если не слушаются родителей. И Бога. Так, у нас что там? Пять минут. Давайте дальше прочтем. Есть еще вопросы? Так, 27 глава, 3-5 стихи. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаявшись, вот так вот, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Толкователь говорит нам, поздно, одумывается Иуда, и хотя раскаивается, но не на добро. Сознаться в вене, конечно, есть дело доброе, но удавиться, это дьявольское. А он, по дьявольскому внушению, не терпя будущего бесславия, сам себя лишил жизни, тогда как надлежало ему плакать и умолять преданного, с большой буквы, то есть Бога, Господа Иисуса Христа, а не предавать себя бесам. Некоторые, впрочем, говорят, будто Иуда, как человек сребролюбивый, думал, что и денег он приобретет, продав Христа, и Христос не будет умершлен, но избегнет иудеев, как не раз избегал прежде. Но теперь, увидев, что его осудили и приговорили к смерти, раскаялся, потому что на деле вышло не так, что он предполагал. Почему? И удавился, намереваясь, будто бы, предварить Иисусову ади и там умолить его и получить спасение. Все же это было по научению вражиям. Кроме того, да будет тебе известно, что хотя Иуда надел себе на шею петлю и повесился на каком-то дереве, но дерево наклонилось, и он остался жив. Ибо Бог хотел сохранить его или для покаяния, или в притчу и поношение. Ну и там написано потом, помните, это Деяние Святых Апостолов, и говорит, расселись внутренности его. И вот там эта кровь его излилась, и он там до сих пор в долине Армагиддон находится. Что, не помните Деяние Святых Апостолов? Расселись внутренности его помним. Ну, об этом и говорится, что как бы он до конца хотел предварить Господа, а Господа распяли, а он еще жив остался. И поэтому как бы он в ад еще не попал, а Господь уже из ада всех вывел. И поэтому он попал туда, а там один сатана и сам Иуда предатель. Вот тебе и здравствуйте называется. Ну, это как бы нам говорит притча. А нам, знаете, как говорится, от этого не легче, нисколько. Как Игнатий Тихонович, ну, как бы с оптически такую поговорку имеет в виду. Какая, говорит, тебе разница, если тебя будут жарить при температуре 5 миллионов градусов, а соседа твоего 6? Абсолютно никакой разницы. Нам, главное, самим в ад-то не попасть. Ну, Иуду там пускай, даже он миллиард сексиллионов градусов там его жгут. Всех ждет огонь, червь неусыпающей, которую будет грызть я постоянно. Плач и скрежет зубовный, кромешная тьма. Всех ждет, всех, кто не поверит во Христа. Или даже, кто поверит во Христа, но не будет в истине находиться. Как написано, что Бог открывается тем, кто в истине, а не просто так находится. Ну, вот и предательство Иуды для нас должно быть большим примером, что такое предательство. Поэтому, вы сами знаете все, как мы относимся к тем людям, которые были у нас в общине, а потом еще и понося нас, ушли. Хорошо, если не поносят, а то постоянно почти поносят. Такое впечатление, как мы никогда не были друзьями, вместе песнопения не пели, на занятиях не сидели. Ну, если что-то тебя беспокоило, вот сейчас идут занятия, задавай вопросы, отвечай сам, говори. У нас вообще занятия, вот сейчас у нас сколько раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, четырнадцать человек, ну, маленькая, допустим, остальные-то все понимают уже. Ну, пятнадцать человек. Пятнадцать человек, при занятиях десять человек, должно быть минимум пять человек, активно участвующих в занятиях. у нас пятнадцать, у нас должно быть, ну, хотя бы семь человек, которые активно участвуют в занятиях. то есть, задают вопросы, отвечают, примеры какие-то приводят. У нас, ну, от силы, там, три-четыре человека, не больше, могут поучаствовать. Ну, оставляет желать лучшего. То есть, есть к чему стремиться. Я не знаю, откуда эти цифры взяли, но, наверное, было раньше что-то. Это еще же до царя, батюшки занятия проводились верующими людьми. Знаем, профессор Марцинковский, какой был до революции. Он был православный, но в то же время, как протестант себя вел. Постоянно со словом Божием. У них занятия проходили. У них были кружки юноши и девушек. Они участвовали. Над ними там смеялись, там все даже. Ну, что вы там это, караводитесь толпой такой. Как сектанты тогда не говорили, а что за кружки у вас такие. А там действительно были духовные юноши и девушки. Духовные. Которые хотели жить духовно. И мы читаем у Лескова, в его литературе. Там очень много он описывает именно таких кружков. Кто не читал, обычно, особенно для вас, молодежь, возьмите Лескова и почитайте Лескова. Читала ты его? Ну, помнишь об этом? И они такие интересные, там с архиереем одна пришла, он к ней в дом пришел, к матери к ее. Что-то, говорит, не ходит у вас. Да, говорит, перестала ходить. А что? Вот все с Евангелием, говорит, и с Евангелием. И что такое? Он начинает с ней беседовать, и она ему вопросы задает. О спасении души. Все, что я когда задавал священникам. Он, ого, ничего себе, так она какая. А где это? Так, говорит, вот, собираются там, говорит, что-то занимаются, говорит. Все, они уже оторвались от вас, архиерей. Ты уже тогда должен посох бросить свой, кинуться за бумаги, за книги, и быстренько писать что-то. Чтобы хотя бы остаться на уровне их развития. А они уже лучше тебя знают, больше. Им теперь интересно дальше идти духовно, а не на одном месте ходить. Мертвецов погребать, да отпевать, да многое лето провозглашать всем. Подряд причем. Так, вопросы? Остановились? Двадцать шестая глава. Двадцать седьмая. Закончена, да. Двадцать седьмая глава. Шестой, десятой стихи. Так, через неделю, раз Бог встретимся. Молимся. Достойно есть якова истину, Блажитель Тя, Богородицу, Христо блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубим, И славнейшую, без сравнения, Серафим, Без искрения Бога, Слово рощую, Сущую Богородицу Тя величая. Благодарим Тебя, Господи, За слова Твои сие, Которые ведут нас к жизни вечной. Помоги, Господи, Все преодолевшую, Ставить сверную надежду Воскресения и жизнь вечную. Даруй нашим чадам Быть искренно верующими. Помоги, Господи, Всегда веровать Тебе, Господу и Творцу, И почитать родителей своих старших. И нас, Господи, в этом укрепи. Распусти нас по домам, Господи, Болящих, исцели этого Алексея, тяжелого, горячего, Валерия, Валентина, всех, кто болеет, Господи, Ты знаешь их и нас. Слава Тебе за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь.